МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При всем разнообразии ресторанов и кафе, в городе всего несколько заведений, которые можно назвать концептуальными. Что это значит? Например, необычное местоположение на крыше нового торгового центра. Именно здесь, на крыше нового цума, расположен стейкхаус Этилер. Название стейкхаус Этилер дает понять каждому потенциальному посетителю, что он придет сюда попробовать сочный, правильно прожаренный стейк. Совершенно новая прозрачная кухня. Стеклянная стена делает пространство ресторана и кухни привлекательным для тех посетителей, которые обожают смотреть за процессом приготовления. Это завораживает. Так же, как и специальный холодильник, в котором стейк проходит процесс ферментации. Еще один привлекательный фактор для клиентов с повышенным эстетическим восприятием – это интерьер ресторана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сюда хочется прийти и провести еще пару прекрасных часов своей жизни в стейкхаус Этилер. Хоть чуть-чуть соответствовать возрасту, который, да, у меня внутри. Это я благодарю Вселенную, потому что был запрос. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Динамические медитации, именно динамика тела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, это вообще деловая женщина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот почему ты не заполнился татуировкой? В плане сеансов мы не встречались. Все было волшебно. Вы невероятно извинились. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие зрители реалити-шоу «До и после». Хотим представить вам новую героиню. Ее зовут Ирина. Ей 49 лет. Когда-то Ирина прошла через разные переломные моменты своей жизни. Она не сдалась. Ирина просто поменяла вектор и стала делать то, что ей нравится. Таким образом, Ирина пошла по направлению своей собственной жизни. Стала верить в то, что она является частью Вселенной и то, что ей уготована особая судьба. Например, судьба героини проекта «До и после». Ирина, здравствуйте. Давайте руку. Добрый день. Вы знаете, я бы вас с удовольствием прямо так обняла. Мы обнимемся с вами обязательно после того, как вы расскажете мне о себе. Я считаю, что меня больше Вселенная пнула в волшебный пейдерже. Вообще у меня было такое состояние по здоровью, воспаление всех лимфатических узлов. Абсолютно я еле передвигалась. Ну, у меня еще и моральный был упадок тяжелой семейной жизни. Ну, лет так пять я, может быть, еще и сейчас всплакнула, рассказывая об этом. А сейчас я это все принимаю с благодарностью. В общем, получилось так, что у меня заклинило спину, я вообще еле передвигалась. И тут муж приходит и говорит, ой, у моего друга есть жена, которая сказала, что у них спины лечат. Давай, собирайся, езжай. Я говорю, ну, хорошо, приезжаю. Договорились. Она меня садит за стол офисный. Объясняет, вот эта вот карточка сюда записываешь. Вот эта карточка сюда записываешь. Вот тебе журнал. Принесут тебе карточку, у них отметишь. Все, я тебе все сдала, я побежала. Слава богу, я уволилась. Как? Куда? А я? Я пришла спину лечить. А, администраторам 50% скидка. Вон зал. Вот так вы попали в федерацию йоги. Вот так я попала в федерацию йоги. А куда деваться? Обалдеть. Слушайте, ну это прям какая-то судьба. Я не знаю, вселенная просто привела вас туда. Я говорю, да, вселенная. И как людей принимать, я не знаю, что такое йога. Ирина, как после этого не верить во вселенную и в то, что все сбывается? Да. Будьте осторожны со своими желаниями, у них есть свойство сбываться. А вот то самое желание, которое привело вас сюда, к нам, как давно вы его загадали и насколько внезапно было исполнение? Ну, знаете, к внутреннему преображению это, конечно, работа, большая работа над собой. Отпускание всех страхов, обид в первую очередь. Они приводят к болезням очень тяжелым, так сказать. Ну, я говорю, я выкарабкалась. Вы обижены были на кого? Да, естественно, на супруга. Что, ну, были нюансы такие, что даже вспоминать не буду. Царство ему небесное, он у меня умер три года назад. И вот именно, что молодея душой, глядя на себя в зеркало, мне захотелось, конечно, хоть чуть-чуть соответствовать возрасту, который, да, у меня внутри. Ну, я поздравляю вас, Ирина. Теперь вам осталось познакомиться с нашими экспертами. Это супер. Что вы чувствуете? Ликование, вот, благодарность Вселенной в первую очередь. Ну, теперь можем обняться. Браво. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Начнем новое преображение. Я сейчас знакомлю вас с нашей новой героиней. Ее зовут Ирина. Ирина, представьтесь, пожалуйста. Живу в Бишкеке, работаю в Национальной Федерации Йоги администратором. Поэтому ближе к йоге, больше читала, занималась, как-то подняла свой дух. И сейчас чувствую, что выгляжу намного старше, чем внутри. Написала письмо, не ответили, и я здесь. Ура! Это я благодарю Вселенную, потому что был запрос, было намерение. И на это намерение, вот, благодаря этому всему, я здесь вот пришла к вам. Насколько сильно вы хотели к нам попасть? Была цель, а чем больше держишься за желание, ты его держишь при себе и не отпускаешь на исполнение. Поэтому загадала и с благодарностью отпустила. О-о-о! Класс, класс! Сколько лет Ирине, ваше предположение? За храм, можно сказать. Пятьдесят. Сколько? Пятьдесят. Пятьдесят. Ага. Неяра? Ну, я могу сказать, что я заметила, что Ирина такая вот в теме. Она очень следит за собой. И такая у нее там татушечка классная. Да, покажите свою татушечку. Но я не знала там, куда ее и что именно. Поэтому пришли с закрытыми глазами и сказали, да? Нет, пришла к мастеру и четко понимаю. Она говорит, каталог будем смотреть? Я говорю, нет, я хочу С, М. С – это София, М – это Макс. Это ваши дети, да? Почему на этом месте? Не знаю, вот почему-то сразу так пришло решение. Именно эти буквы именно здесь. Хорошо, хорошо. Дмитрий Сергеевич, что скажете нашей героине? Ну, я думаю, нужна подтяжка лица, тяжелая нижняя треть лица. Также вокруг глаз, переробитальный область поработать. Просто момент, я вот сейчас стоял и думал, как вот статуировка, как ее нам не обрезать часть, не убрать. То есть она находится в целом. Ну, у нас вот тату везде делают, а там уже будет потом. Целом, она примерно в той зоне, где мы будем работать. Ну, мы на более детальном осмотре, на консультации мы это еще подумаем, обсудим. Я вижу, что она следит за собой. Я правильно подчеркнула, что в принципе лицо ухоженное. Ну, и по ее образу. Я тоже думаю, что человек... Либо дети вам помогают, дочь, возможно. Дочь и сына. Да, либо вы сами следите за этим. Ну, вот так. Я думаю, нам за хрой не будет сложно. Допустим, предлагать какие-то кардинальные решения. И я так вижу, что Ирина на все согласна. Да, вот мы уже... Образ панк тогда делаете? Получили. Да, давайте что-то экстравагантное. Ирина уже готова, она уже сделала тату на шее. Да, дети мне уже предлагают. У меня тут внученька. А у детей тоже есть татуировки? Да. Аришу, не хочешь нигде отпечатать? Я говорю, потому что еще внуки пойдут. И скажут, вот ее напечатала, а других нет. Я говорю, нет, давайте пока остановимся, а там уже. Хорошо, друзья. Я благодарю вас за то, что... Намасте. А я как-то благодарю. За то, что мы взяли еще одну замечательную героиню. Я уверена, что с Ириной будет легко работать. Спасибо, Ирин. Спасибо вам большое. Обниматься будем? Будем. Данный момент Ирина запомнит навсегда. Во-первых, она явно готовилась к тому, что участие в проекте изменит ее жизнь. Во-вторых, Ирина верит в то, что мечты сбываются. И чтобы ее мечта стала осуществляться, ей нужно готовиться к встрече с первым экспертом. Хирургом Дмитрием Сергеевичем Прокопьевым. Операция будет масштабной. Без смаз-лифтинга здесь не обойтись. Но героиня готова пройти и этот этап. На приеме у Дмитрия Прокопьева она удивительно спокойна. Ну, смотрите. Сегодня мы с вами будем делать подтяжку нижней третьей лица, подтяжечку верхней третьей лица, для того, чтобы приподнять немножечко брови. Вот. По нижней третьей лица, так как вы курите, вот, это всегда проблема с кровоснабжением кожи, кровоснабжением лоскота кожного. Мы сделаем вам ограниченную отслойку, вот, она будет примерно вот в этой зоне, кожная отслойка. А отсюда мы упадем, так называем, в дипспейс, дипсмасс, то есть подтяжку более глубокую. Вот. Также эта подтяжка называется спейслифт, то есть подтянем нижнюю третьей лица. Вот, останется у нас вопрос с веками, сделаем верхнюю и нижнюю блефоропластику, для того, чтобы откорректировать зону вокруг глаз. Вот такой вот у нас сегодня план операции. Здорово. Здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На следующий день Ирина все еще в клинике, но уже сегодня ее выпишут, и ей придется реабилитироваться дома. Спустя месяц нам становится интересно, чем же занимается Ирина и как ее лицо выглядит на этот момент. Невероятно, но медитация оказывает влияние на внутреннее состояние и помогает восстанавливаться даже после операции. Подруга и соратница Ирины – невероятно интересная Фердуса. Она является гуру для многих людей, ставших на путь самосовершенствования и самопознания. Ну, меня очень-таки интересовали динамические медитации, не лежа, не сидя там, а именно динамика тела. И очень нравилось смотреть на суфийские окружения. Хотела попробовать, конечно, сама. А где в Бишкеке, что, как? Я даже только все через интернет, вся информация. Ну, а так как я зарегистрирована на Бишкеке, вот сама Вселенная, там же предлагаются друзья. И у меня высветился вот сейчас мой мастер Фердуса. Первая наша встреча была незабываемой. Она приехала к нам в Федерацию йоги. Основные мои действия, основное мое предназначение и, так скажем, чем я занимаюсь, это, конечно же, суфийские окружения. То, что это мое сердце, это моя любовь, то, что мы сейчас с Ириной кружились. То есть суфийские окружения – это соединение со своим центром, что очень важно на самом деле. И энергия поднимается в наше сердце. Путь суфия лежит через сердце. И все практики направлены на энергию сердца, то есть на раскрытие сердечной чакры, на соединение с самим собой. Медитаций в мире много, множество. И мы занимаемся динамическими медитациями, трансформирующими техниками, то есть через тело. Сейчас такое время, что иногда сидячие медитации, которые мы иногда часто встречаем где-нибудь на побережье Индии, там сидят в позе лотоса и медитируют. Это не все люди могут, так скажем, сразу соединиться и, так скажем, отключиться. Отключить свой ум практически невозможно. Поэтому иногда даже такие сидячие медитации могут быть опасны, как бы это странно не звучало. То есть они блокируют, наоборот, подавляют эмоции в человеке. А надо сначала избавиться от чего-то. Поэтому динамические медитации через тело избавляются от блоков и зажимов. Я очень рада Заирочку, что она участвует в этом проекте. Для женщин это очень важно на самом деле. И есть противники таких преображений. Я считаю, что у каждого есть свой выбор. И это очень честно. То есть женщина хочет быть молодой. И даже у каждого какие-то есть внешние факторы. То есть как-то так сложились жизненные ситуации, что наше тело подвержено физически извне. Женское тело, внешность стареет. И почему бы, я, например, вообще не против, если есть такая возможность, почему бы не поучаствовать. Тем более это реально очень крутая такая возможность поучаствовать в этом проекте. Ирочке тем более нравится. Она хотела этого. И в совокупности это дает свой результат. Мы как раз находимся на серединке, в промежутке этого проекта. И будет окончательный результат. И я очень рада. Тем более изменения на лицо, как говорится. Я очень этому рада. И я желаю каждой женщине, чтобы она сделала свой выбор. Чтобы ее перевоплощение, эти преображения только радовали всех женщин. А главное, чтобы это приносило внутреннюю гармонию с самим собой. Это очень важно. Заметно, что Ирина стала еще спокойней. Она сейчас гораздо мудрее и принимает себя целиком и полностью. Конечно, ей помогает участие в проекте. Сейчас самое время идти на процедуры в Бонклиник Париж. Вы верите, что аппаратная косметология – это будущее бьюти-индустрии? Бонклиник Париж специализируется на аппаратной косметологии. Бонклиник Париж – врачи работают по системе знаменитых корейских косметологий. Например, аппарат Focus Dual. С помощью ультразвука влияет на разные слои кожи и подтягивает овал так же, как при операции с масс-лифтинг. RF-игольчатый лифтинг тоже отлично влияет на плотность и качество кожи. Причем результат со временем только нарастает. Еще одна эксклюзивная процедура в Бонклиник Париж – аппаратная мезотерапия. Компьютер эффективно и четко вводит препарат на нужный слой кожи. Поэтому такая мезотерапия работает на 100%. Ну а теперь вы верите, что аппаратная косметология может все? Мы в Бонклиник Париж абсолютно в этом уверены. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Как вы себя чувствуете? У меня все хорошо. Пришла с большим удовольствием к вам. После нижней подтяжки, блефоропластики и поднимали бровки. Поскольку вы у нас после пластической операции, мы сегодня проведем процедуру микротоков, дабы улучшить заживление ваших рубцов и снять отечность. Вторым этапом мы проведем плазмолифтинг. Он улучшит цвет лица, выровняет мелкие морщины и проработает ваши шрамы и рубцы. Завершающим этапом мы проведем контурную пластику, придадим объем губ и заполним носогубные складки. У меня скоро будет поездка на Иссык-Коль, но это не отдых, а больше практики. На солнце я буду не очень-таки часто. Там, я думаю, что не до отдыха будет, потому что мощная программа, ретрит с Уфидзена. Но все равно, чем бы предостеречься после ваших процедур, что не повлияло бы солнце на кожу и вообще. Поскольку на Иссык-Коль у нас активная инсуляция, я советую вам наносить солнцезащитный крем и стараться избегать прямых солнечных лучей. Не находиться долгий период на солнце. Ирина постепенно проходит этапы косметологии. Процедуру за процедурой. Так как Бонклиник Париж специализируется на аппаратной косметологии, врач шаг за шагом работает над качеством кожи нашей героини. Это очень важно в процессе восстановления после операции. В одном из перерывов между процедурами Ирина отпросилась и поехала на ретрит. Побег от повседневности, нахождение на природе Иссык-Кольский воздух и медитации в компании духовно просветленных людей дадут Ирине возможность отдохнуть от процедур, восстановиться, почувствовать жизнь и снова понять, что участие в реалити-шоу до и после не случайность в ее судьбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Зухрат Абалдиева тоже знает, что Ирина не случайно оказалась в проекте, потому что встречалась с ней уже не раз и изучала ее странную манеру одеваться. Хотя, чему мы удивляемся? Стиль жизни и стиль одежды очень часто связаны так сильно, что по одежде можно определить, кто стоит перед нами. Зухра приготовила два образа для Ирины с помощью партнеров проекта магазина «Виктор Джинс», бренда обуви и аксессуаров «Эконика» и итальянского нижнего белья «Инканто». Осень нас радует теплыми днями, но мы-то знаем, что холода не за горами, поэтому предлагаю уже начать готовиться. Новая осенняя коллекция уже на полках в магазинах «Эконика». Это актуальные модели на широком каблуке для тех, кто хочет оставаться на высоте. И разнообразные фасоны на плоской подошве. Тут есть Оксфорды, Лоферы, Челси. Все для тех, кто любит ходить пешком, но при этом оставаться в тренде. Актуальные сапоги с широким голенищем для самых модных девушек. Именно с такими сапогами мы носим миди-платье и даже заправляем в них брюки. Помните, как было в начале 2000-х? Здесь вы можете завершить свой образ необычными аксессуарами. Именно поэтому я советую магазин «Эконика» героиням проекта до и после. Ирина. Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Намасто. Можно я вас обниму? Ой, девочка моя. Прям вот девочка-девочка. С вами прям вот так вот хочется поздороваться. Ну вот и поздоровались. Скажите, пожалуйста, как ваши дела? Я знаю, что вы были на грандиозном ретрите, откуда я не могла вас вызвать. И эти наши встречи с вами затянулось, но я думаю, что это оправдано. Это стоило того, потому что очень много практик, поднятия энергии. Там, ну, в общем, вам надо просто на этом поприсутствовать. Я вас приглашу, как только это здесь, в Бишкеке, произойдет. Поэтому не буду рассказывать, пусть это будет сюрпризом. Обязательно посещу все мероприятия. Супер. Ну, я так и подумала, что ваш образ, вот такой свободный, расслабленный, который немножко сносит нас в индийскую культуру, туда-куда-то, он связан с вашими практиками. Ну, как оказалось, причина в чем? То, что мне удобно и комфортно во всем этом. Соответственно, если это было бы удобно, комфортно, но что-то более приземленное, не такое духовное. Не знаю, надо попробовать. Но я, отталкиваясь от того, что вы так одеваетесь, из-за того, что вам хочется быть удобной, создала вам образы, которые будут тоже удобные, но городскими, стильными, и не будут делать из вас такую тетеньку. Заинтриговали. Посмотрим. И я готова. Необычно для меня, необычно, потому что пальто я, наверное, первый раз в жизни одену. На каблуках я сто лет не ходила, а джинсы, конечно, ко мне так это близко. Ну вот, нужно же, чтобы мне было вам что-то близкое оставить. Да. Я хочу сказать вам. Я хотела просто у вас сначала спросить, я ли это? Вы, вы, вы. Здорово. Чувствую, что подтянулась, духом восприняла, как женщина. Ну, так еще более так раскрылась. Ну, мне очень нравится и удобно. И удобно. Опять-таки. Ирина, вот скажите, вы уже в проекте, достаточно долгий период времени. Насколько сильно вы поменялись, изменились? Как вам вообще быть в этом проекте? Ну, я прям мечтала попасть на этот проект. Написала такое письмо, что как маленькая девочка Деда Морозу пишет. Изменения, конечно, кардинальные. Для самой себя это, конечно, очень-таки замечательно, потому что я говорю, почему я пришла, что я в душе чувствую себя намного моложе, а физически, ну, тело чуть-чуть, конечно, не устраивало. Сейчас у меня 100 и 100 совпадений. Поэтому я благодарна новой коллекции Victor Jeans, потому что у них есть такие невероятные, стильные, теплые, качественные верхние одежды. Поэтому я думаю, что вам будет очень комфортно. Очень комфортно. Я понимаю, что туфли не самая удобная обувь на этой планете, поэтому у меня есть для вас альтернативный вариант. И я знаю, что вы любите там что-то с нибудь носить с собой. Да, это самый вот оптимальный для меня вариант. Я говорю, качок и побежала. Давайте примерим. Удобно, комфортно, прям мне очень нравится. Ирина, у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, прекратите носить ваши индийские тряпочки. Они, конечно, яркие, они, конечно, удобные, но, боже мой, они дико не стильные, абсолютно не для города. Я вас услышала. У нас еще есть второй образ. Он будет комфортный. Мне тоже интересно, да. Он будет комфортный, но не такой, как вы ожидаете. Готова? Готова. Ну, это вообще деловая женщина. Ну, не скажу, почти так. Давайте примерим. Хорошо. Ну, это вот вы сами сказали, это мой цвет. И прям мне очень нравится. Такая-то. Та-дэ-дэй. Осталась возможность быть такой же динамичной. Плоская подошва, комфортные брюки там, трикотаж. Все здорово, все кому-то лучше. Я вам не советую углубляться в трикотажные изделия, потому что вы в нем будете превращаться в такую тетушку, чтобы мне очень сильно не хотелось видеть. Я вас услышала. Я благодарна магазину Victor Jeans, который помогает мне создавать такие образы, когда женщины могут раскрыть себя по-новому, но в то же время сохранить те качества, которые им так важны. Это удобство, комфорт. Я заметила, что вашу фигуру необходимо немножко корректировать. Конечно, физически, но я так как работаю с одеждой, я предлагаю вам обратить внимание на коррекционное белье. Я уже там стреляю глазками на него. Это вам. Что еще хочется отметить для вас и для зрителей? Под белую футболку надевайте не белый бюстгарцер, а бежевого цвета. Именно поэтому этот комплект предназначен для вас. Спасибо. Как вам обувь? Удобно ли вам? Удобно. Прям как в тапочках. Как в тапочках. Прям можно бежать, бежать и... Удобство – это главная характеристика обуви иконика. А для меня важна и характеристика стильность. Благодаря таким аксессуарам ваш образ собрался воедино. Я прям так сейчас и пошел. Видите? Спасибо большое. Это все ваше. Спасибо большое. Я не представляю, что там будет. На финале. На финале. Вот, у меня есть финальный образ, который вы уже увидите в конце нашей программы, когда представить с вертельными экспертами. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Татьяна. Очень рада с вами встретиться, потому что я смотрела передачу «До и после», видела ваши работы и видела результат ваших работ. Вот. У меня проблемка с ресничками, поэтому я хочу сделать татуаж вот на веки. Это проблема накрасить. Со зрением немножко так слабовато. Оденешь очки, видишь, снимешь очки, мулюешь, что попало. Думаю, что вы выразите мои глаза, потому что они где-то там потерялись. Ну и все равно хочется выглядеть, конечно, как женщине. Очень легко работать с клиентом, когда он приходит и знает, чего он хочет. Вот вы целенаправленно пришли за межресничным, перманентным макияжем, поэтому я сделаю вам абсолютно все. И брови, и веки, и губы. Так как в комплексе это дать совершенно другой результат. Мы изменим вам форму бровей, потому что я знаю, что ее сложно рисовать каждое утро. Нарисуешь не так, опять сотрешь не так. Веки – это большая проблема всех женщин. Нарисуешь, стрелочка растекается, тушь осыпается. Поэтому, если сделать перманентный макияж век, то можно создать эффект густых ресниц и также эффект лифтинга. То есть перманентный макияж, он может решить очень много проблем. Кроме этого, губы. Губы – это наш центр внимания. Когда мы разговариваем, все смотрят на губы. Но, к сожалению, с возрастом они теряют и форму, и цвет. Поэтому будем работать над всеми зонами. Субтитры добавил DimaTorzok Добрый день, уважаемые эксперты! Добрый день, у нас сегодня очень-очень торжественный день. Потому что героиня у нас, как нельзя, более торжественная. Она выглядит невероятно. Она изменилась просто сногсшибательно, я бы сказала. Это Ирина. Аплодисменты. Максим, поделитесь, пожалуйста. Ну, на мой взгляд, Ирина, она еще до меня уже погружалась в собственные, так скажем, миры сознания. И уже процесс у нее давно идет, и она давно на этом пути и в процессе. И я, как таковой, ей особо и не нужен. То есть, а знакомы мы, потому что мой кабинет находится в Федерации Йоги. Ну да, это не секрет уже ни для кого. Я просто не знаю, насколько часто вы встречались. В плане сеансов мы не встречались. Ну, опять же, по причине того, что нет у нее потребности актуальной. Да, я даже знаю, почему. Кто не знает, Ирина буквально недавно вернулась с ретрита Сосикульского, очень крутого, который наверняка оставил какие-то следы в ее сознании и подсознании. Поэтому, скорее всего, внутреннему какому-то содержанию нам еще можно учиться у нее. Мне приятно видеть Ирину. Я доволен нашей работой у нас. Сейчас хорошая вал в лице, хорошая перерабитальная зона глазки. Она хорошо выглядит. Мне все нравится, как мы поработали. Я доволен. А вы помните Ирину До? Вот я сейчас пытаюсь воссоздать в памяти вот эту картинку, какой она пришла к нам. Я помню Ирину, но мне почему-то больше всего запомнилась татуировка. Я помню, когда обсуждал, думал насчет подтяжки лица, какую делать, что как-нибудь делать. Я думаю, что мы будем ее срезать, удалять часть подтяжки. Вот почему-то мне запомнилась сегодня татуировка. Зухра, как по вашему? Я очень рада, что вы, наконец, в платье. Да еще в каком платье? Мы обсудили с вами уже ваш образ на нашей встрече с вами. Я надеюсь, что вы все-таки постараетесь, если вам захочется, сделать шаги в том стилистическом направлении, которое мы с вами определили. Но если вам комфортно оставаться в прежнем стиле, то значит, это тому и быть. Яр, что скажете? Ну, я когда увидела Ирину, когда она пришла в салон, я сразу заметила, она заметно постройнела. Приобрела потрясающий загар. И даже небольшие изменения с волосами, то, что мы сделали, ну, все было волшебно. Вот все как-то, вот видно, что человек готов, он умеет это принять. И все так складывалось, просто вот замечательно. Вы невероятно изменились. И я просто вот прям восхищаюсь вами. Спасибо большое. Ну, мои изменения, это только благодаря вам, Оля, вам большое спасибо за то, что вы приняли меня в этот проект. Это вот этот номер один пункт, потому что без вас я бы не попала сюда. Я бы не попала, я не попала, к сожалению, к Максу. К сожалению, Лим. При всем уважении и любви к вам мы с вами видимся, общаемся. Дмитрий Сергеевич, конечно, преображение сделал на лицо, так сказать. Сейчас я себя чувствую именно на те годы, что я чувствовала внутри, с чем я и пришла. Звухра, это вот все благодаря вам, вашему таланту. Все, что вы говорили, я это все помню, я к этому приду. Если вам это будет нужно? Сегодня со встречи Нияры, это было что-то для меня, конечно, я отрастила волосы, думала, меня кардинально изменят. Но все осталось на прежнем месте, но зато как великолепно. Я не думала, что действительно так вот мне эта длина пойдет, а цвет, конечно, бесподобен. Ирина, пройдите, пожалуйста, к зеркалу, посмотрите на себя. С удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Знакомьтесь, это героиня реалити-шоу «До и после» Ирина. Ей 49 лет. Ирина прошла через пластическую операцию, косметологические процедуры в Бонклиник Париж, перманентный макияж и смену образов. За время проекта Ирина занималась медитацией. Прическу и макияж для финала ей подобрали стилисты салона «Инстайл». Платье предоставил салон свадебных платьев «Париж». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова